На сегодняшний день Вы знаете, что работы в городе по ремонту дорог ведутся, скажем так, в плановом режиме. На сегодняшний день более 10 тысяч квадратных метров, это то, что мы меняем картами. Машина при поддержке киевской организации, Киев Автодора, машина пришла, нам помогла, эти дороги срезали. Эти карты будут заменены, мы ожидаем, в четверг к вечеру зайдет техника, и в пятницу утром начнет поступать первый асфальт, то есть те дороги, которые мы срезали, они будут полностью закрыты. Кроме того, хотелось бы обратить внимание, что вы видите, что по городу очень плотно работает наша ямочная машина. Хотелось бы обратить внимание, что в Министерстве Мининфраструктуры приоритетом на этот год определен ямочный ремонт. К сожалению, есть факт, как говорится, что 97% автомобильных дорог имеют ненадлежащее техническое состояние. Мы прекрасно понимаем в стране, мы понимаем, что из-за нехватки финансовых ресурсов приоритет остается ямочный ремонт. В городе у нас уже не первый год работает машина по ямочному ремонту. Машина работает довольно-таки удачно. Там идет щебеночная смесь вместе с специальным битумом, которым заправляется машина после укладки в асфальт. Эти ямки у нас держатся по 2-3 года. Причем стоит обратить внимание, что эта работа стоит фактически в 3 раза дешевле, чем возить дорогой асфальт, который вы прекрасно знаете, что асфальт, к сожалению, нам приходится возить с города Одессы. Буквально вчера по просьбе Затоковского поселкового совета бригада наших рабонтиков второй день работает в поселке Затока в районе сельсовета до моста, потому что в субботу ожидается открытие набережной в поселке Затока. Ожидается много гостей, но, честно говоря, нужно поддержать наших, скажем, не просто соседей, это Затока, это наши, скажем, те же самые наши жители. Поэтому раз у нас есть возможность, мы приняли решение, на несколько дней отложили ремонт, и как только машина заделает, я думаю, они обещают там сегодня-завтра закончить работу, машина вернется в город и начнет продолжать работу. Сразу же по возвращению будет закончена улица Дома-Доведино-Измаильская вплоть до крепости, потому что все-таки в город приезжает много туристов, они не должны скакать по ямам. Дальше будет заканчиваться ремонт улицы Бугасская, Солнечная и по плану. То есть для нашей ямочной машины, по нашим расчетам, еще работы где-то месяца на полтора. То есть плотного-плотного графика. Ребята фактически работают, бригада работает без выходных, останавливается только на техническую профилактику для технического обслуживания машины. То есть хочется сказать, для кого-то наступило лето, но для наших коммунальных служб на сегодняшний день это горячая пора, потому что все работают в плотном режиме.